После зимних холодов с наступлением весеннего тепла на дорогах появляются ямы, которые значительно осложняют движение машин по проезжей части. А на тротуарах мусор, который всю зиму пролежал под снегом, а сейчас предстал перед горожанами во всем своем неприглядном свете. Чтобы устранить эти проблемы и привести город в порядок, мэр города Игорь Николаевич Сорокин провел рабочее совещание. О ходе предстоящих работ по благоустройству города отчитался начальник управления ЖКХ Леонид Сикач. Мы начали уже выполнение некоторых видов работ, ну в частности начали, естественно, после зимы. Это уборка случайного мусора, мы почистили дорогу от Самбека до города, потом радио, как бы вот эти направления. Значит, сейчас практически мы завершили Кировку. Естественно, с наступлением более теплой погоды мы приступим уже к целому комплексу работ. И по ямочному ремонту, и по уборке. Буквально четыре года назад в городском бюджете на ямочный ремонт дорог было заложено 2 миллиона рублей. На сегодняшний день эта сумма увеличилась до 15 миллионов рублей. Но и этих средств недостаточно. Да, это мало. Это естественно мало. От норматива это вообще далеко-далеко. Но это все равно, ну как бы, дает нам возможность работать и выполнять достаточно большие объемы работ. Здесь надо акцентировать, конечно же, на качество, особенно по ямочному ремонту. Чтобы это не было просто там залива. Когда мы же видим, когда качественно сделанный ямочный ремонт, он может и год, и два стоять вот эти, если это делается нормально, картами, под фрезу. А когда это просто там вот выдалбывается эта ямка, залепляется, ну она в лучшем случае стоит до осени. Нужно подрядчиков претензии направлять и подталкивать к тому, чтобы они уже сейчас-то все вот именно в весеннем нашем цикле работ, они также все синхронно выполняли вместе с нами, чтобы они это не делали там летом. Это нужно делать сейчас весной. У нас ряд улиц, которые прошли за последние годы капремонт, тут надо всех сейчас заставить, чтобы они в рамках своих гарантийных обязательств все это выполнили. В завершении совещания все проблемы были озвучены и указаны сроки и ответственны за их исполнение. Продолжение следует...